у меня в гостях сегодня александр скупченко здравствуйте александр хотела бы вас спросить как мы уже встречались с вами по поводу украины и что происходит несколько вопросов читаю ваш телеграм-канал и вы есть на телеграме да александр скупченко если кто-то хочет ваш найти вас найти вы несколько сделали интересных постов один был по поводу снесения памятников в украине скажите в двух словах что вообще украина делает почему она борется с памятниками истории это трудно объяснить они понимаете кто бы как ни говорил вот на западе считает что украина какое-то государство да там на украине зеленский и прочие говорят что украин это государство там и все остальное но на самом деле украина никогда не существовало в отдельности от россии если даже посмотреть на сегодняшнюю украину вот те границы которые все обсуждают границы 1991 года который зеленский аварии вся эта украина она но это были подарки то есть либо русских царей либо русских императоров либо советских правителей да то есть вот эти все куски. Если мы посмотрим, только за последние столетия Украина стала больше, то есть Ленин подарил весь Юго-Восток, Донбасс, он просто отрезал от России и подарил. После этого во время Второй мировой войны Сталин от Польши, от Румынии, от Венрии отрезал куски и подарил Западную Украину. Он присоединил СССР в Западную Украину. Хрущев к 300-летию воссоединения России, когда Богдан в Кельницкий, казачество, воссоединились и притянули российскому царю по результатам российско-польской войны, то Хрущев в прошлом веке, в 1954 году Крым подарил. То есть он просто, как правитель Советского Союза, он отнял у России Крым и подарил это УССР, потому что это все было одним целым. И сейчас они убивают эти памятники. Они убирают их по одной простой причине. Они сносят все памятники, они запрещают все книги. Вот все, что люди могут напомнить, что Украина это и есть русский мир. Они уничтожают живые вот эти каменные свидетельства тому, что Украина и Россия это единое целое. Только так это можно объяснить. То есть они пытаются переписать историю? Конечно. Навязать. Навязать новую историю. Вот они говорят, что да, Украина это Бандера, Украина это Петлюра, Украина это Шухевич, Мазепа. Они выбрали из истории Украины только те вехи, путь предательства России. То есть Мазепа он предал народ, который жил на территории современной Украины. Он присягнул шведскому королю и привел шведов, то есть католиков на православную землю, захватчиками привел. И вот там была Полтавская битва, когда русские разбили шведов. Вот тот же Петлюра, он делал то же самое, что сейчас делает и Зеленский. Он продал Украину тогда, да, вот Австралии, Германии. Он точно так же вывозил из Украины им зерно и точно так же воевал, только тогда это была не Донецкая народная республика, Донецкая Криворожская республика. И он тогда воевал Петлюра, сейчас Зеленский воюет. И они пытаются вот это навязать, сказав, что это и есть Украина. Но дело в том, что Украина при Петлюре, Бандере, да, или при Мазепе, она не становилась лучше, она не становилась больше, лучше и больше Украина была только тогда, когда не было вот этих всех Петлюр, Зеленских, Бандер и всех остальных. Ну и скажем о том, что в истории слово Украина не упоминается как государственность в любом виде и упоминается только после 1917 года революции большевиков, когда Ленин и его последователи в принципе развалили Российскую империю и на территории Российской империи создали 15 республик, одну из которых они сложили из разных территорий, включили туда Донбасс и назвали Украина. То есть фактически древняя история территории, на которой расположено государство Украина, таки действительно связана с Российской империей и с русскими людьми. Но сейчас у меня такое чувство, когда я читаю газеты, когда я читаю и смотрю, что Зеленский, раньше его называли Владимир Зеленский, а его жена Елена Зеленская, а теперь называют его Владимир Зеленский, а ее называют Олена Зеленска, даже как бы по-польски. То есть меня... Это по-украински, кстати. По-украински Зеленска, я так посмотрела, похоже на польское произношение. Нет, Олена Зеленская, а вот фамилию отрезали кусочек. И вот, и как вы думаете, Александр, вот это имена переименовывают людей, переименовывают улицы, тоже для того, чтобы переписать историю? Но как можно людей переименовывать на свой лад? Безусловно, так и есть. Вот вы правильно сказали, что никогда не было Украины. Вот любят говорить, что Россия 300 лет оккупировала Украину. Но для того, чтобы что-то оккупировать, это что-то должно существовать. Покажите мне государство, которое было 300 лет назад, которое Россия тогда оккупировала. То есть, если было какое-то государство, у него должны были быть какие-то атрибуты. То есть, в любом государстве есть знаки отличия, деньги есть, есть медали, награды. Но нет же ничего. То есть, не было никогда тогда никакой Украины. Россия ничего не оккупировала. Более того, в 17 веке, вот когда была русско-польская война, когда в составе Речи Посполитой был Киев, то есть, сначала, когда монголататары были, они уничтожили Киев, они его разорили. От Киева не осталось ничего. То есть, если до монголатар, до Игоря этого было в Киеве 50 тысяч населения, это был огромный город, то потом это осталось 2000 населения. Это даже не город уже по своему состоянию. Просто деревянные какие-то постройки были. И вот тогда литовцы сначала отбили у монголататар, потом у литовцев поляки, и он был в составе Польши. Но после этого, по результатам польско-русской войны, русский царь Алексей Михайлович, он купил Киев у Польши за 146 тысяч серебром. Семь повозок вот лошади отвезли серебром. То есть, тогда был заключен мир, как было написано, навеки вечное. То есть, ну, поляки же должны уважать своих предков, да? Отдали Киев. Киев купил русский царь, и после этого Киев стал возрождаться. То есть, это все, что посмотреть сегодня в Киеве, вот все, что есть на земле, это строения, которые были построены либо при Российской империи, либо при Советском Союзе. Это там все русское. Куда ни посмотри, оно все, ничего не напоминает о Польше. Все напоминает только о русском. Действительно, все имена, все названия, они и есть польские. То есть, что такое украинские языки, да? То есть, я во всем мире, я Александр. Это древнегреческое имя, да? Александр был, македонский. Но на Украине я Олександр, да? То есть, меня в записи точно так же, как и Зеленского. И больше, вот вы просто посмотрите первые строчки украинского гимна и польского гимна, да? Вот в польском, ищи польска, не генела, да? На украинском чены вмерла Украина. Это слово в слово, то есть, даже гимны от них те же. То есть, Польша считает Украину своей территорией. Александр, хороший переход. В одном из ваших постов я прочитала, что вы написали о том, что Украина даже не является страной, нанятой на войну, а Украина является конкретно рабом и воюет за еду. Хотели бы вы маленький комментарий этому? Да, дело в том, что в этой войне у Украины нет собственных интересов. Даже Зеленский говорит, что Европа должна быть благодарна, что Украина воюет за Европу, значит, давайте нам деньги, давайте оружие. То есть, Украины своих целей нет. То есть, кто бы не победил и как бы не закончилась эта война, Украина проиграет в любом случае, потому что все разрушения, все жертвы приносит Украина. То есть, здесь НАТО даже не скрывает, вот Мюнхенская конференция прошла, они встречаются на базе США в Германии Барамштайн, да, вот эта вся коалиция, 50 раз на государстве решает, как воевать с Россией. Они, вот как Джордж Сорос, да, вот его книга 93-го года, если я не ошибаюсь, он же там четко сказал, что самая большая издержка для Запада это люди. Вот после Вьетнамской войны США поняли, да, что когда много гибнет граждан Америки, то это протесты, да, воевать долго нельзя. И вот он пришел к выводу, что США должны воевать чужими руками, то есть восточными украинцами, они должны жертвовать своих людей, а США должны давать деньги и вооружение. Так вот, кто такие наемники? Вот сейчас идет война на Украине, да, там есть и иностранные наемники, польские, США, с разными государствами есть. И вот эти наемники получают до трех тысяч долларов в день, да, украинские военные получают вот то же самое только в месяц, да, и получается, то есть наемник это тот, кто зарабатывает хотя бы. Вот если бы Украина была страной-наемником, надо, она хотя бы заработала на этом что-то, но надо же ничего не дает. Вот идут разрушения, Россия, Мариуполь практически уже, ну, до 25-го года он будет полностью восстановлен, там не останется ничего разрушенного. Восстановление идет полным ходом. Запад Украины на восстановление ни копейки не дает, только танки, пушки, идите, воюйте, живете в этих рабских условиях и живите. Вот поэтому эта страна раб, она воюет за еду и, ну, просто, чтобы было где спать. Вот и все. Александр, недавно Зеленский, как говорится, вышел из теней и сделал заявление, что, оказывается, это он не хотел выполнять Минские соглашения. Такое впечатление, что они там борются за пальму первенства. То Меркель сказала, что мы все это подписали, лишь бы купить Украине время, Минские соглашения 2014-2015 года, когда вы помните, да, чтобы прекратить огонь в Донбассе. Потом французский президент сказал, что да, это все было прикрытие, а теперь оказалось, что еще и Зеленский. Я думала, он вроде бы как бы был за Минские соглашения. Как вы прокомментируете его речь о том, что теперь он даже себе присваивает пальму первенства, что это он, оказывается, протаранил выполнение Минских соглашений? Знаете, Зеленского страна избрала в 2019 году. Его избрали не как Зеленского, его никто не знал, все прекрасно понимали, кто он. Это не президент, это артист, это шут, это клоун, юморист, кто угодно, но не президент, к нему никто серьезно не относился, его избрали не как Зеленского, а как анти-Порошенко. Эта страна устала от войны. Зеленский, вот когда были знаменитые дебаты на стадионе у них, он обещал, он же не говорил, что Порошенко обещает исполнить Минские соглашения, но в Минских соглашениях нет Крыма, я не буду исполнять Минские соглашения, я пойду войной, отобью Крым и вернул Украине все границы, он же этого не говорил, потому что его бы никто не избрал, все бы сказали, дай пошел ты вон, пусть лучше будет Порошенко хотя бы, ну ни мира, ни войны, но хотя бы войны не будет. Зеленский обещал, он говорил, что Минские соглашения плохие, но я их выполню от первой до последней буквы. Он говорил, что я готов, это Зеленского, я готов стать на колени перед Путиным, лишь бы закончилась война, чтобы никто не умирал, он говорит, я готов на колени стать перед каждой матерью в Украине, которая потеряла сына, но он уже убил гораздо больше, чем было убито до него. То есть вот Донецкая и Луганская области, те части, которые были под контролем Украины, они на выборах президента за Зеленского отдали больше 90% голосов за Зеленского, не за Порошенко. Они его избирали, чтобы он принес мир, а сейчас Зеленский говорит, что он был против Минских соглашений, то есть этот человек, который предал всех тех, кто за него голосовал. Он их обманул, он сознательно обманул, потому что знал, что его в Лос-Аксе привели для войны. Вот, ну, как этого человека назвать? Он предал всех украинцев и продал Украину оптом своим хозяевам. Александр, я смотрела интервью с Нафтали Беннетом, это бывший премьер-министр Израиля. Я уверена, вы тоже смотрели. Он прокомментировал, что когда началась российская, you know, российская фаза этой войны, потому что мы знаем, что война на Украине не началась в 22-м году, она началась в 2014-м году, когда Украина стала бомбить Донбасс своих собственных граждан, а в 22-м только она продолжилась уже с участием России на стороне Донбасса. Так вот, он сказал, что когда началась эта фаза с российской армией, вхождением ее в Украину, то Зеленский позвонил Нафтали Беннету в Израиль из своего бункера и сказал, ой, я так боюсь, меня Путин убьет. Помоги, сделай что-нибудь. Я даже не знаю, меня Путин просто убьет, спасай. И Беннет позвонил Путину и сказал в своем интервью, что Путин ответил, я Зеленского не убью. И тут же сказал Нафтали, на следующий день Зеленский выпал на каком-то интервью и начал говорить о том, какой он сильный, какой он смелый. То есть, по идее, Путин не имеет никакого интереса избавляться от Зеленского. А кто, вы думаете, имеет интерес избавиться от Зеленского? И избавиться ли от него? Или он таки будет баллотироваться на второй срок? Хотя, вроде бы, как обещал на один срок быть президентом. Да, действительно, Зеленский трус. И здесь показательно, что он действительно не появлялся нигде. Как только он узнал, что Путин не будет его убивать, и он появился. И Путин правильно сказал, зачем ему, собственно, убивать Зеленского, если из России воюет НАТО. Зеленский это просто наемник, который продал страну НАТО. Но что изменится? Будет не Зеленский, вместо Зеленского будут заложные, неважно кто, какая разница, фамилия президента Украины сегодня не имеет вообще никакого значения, потому что это колония, у которой нет собственной, суверенной внутренней и внешней политики. Что и приказали в НАТО, то они и будут делать. У Зеленского и Зеленского, да, я надеюсь, он это понимает, а может и не понимает. У него много врагов, но эти враги там, внутри, потому что кормушка, вот эта корыта, как его называют в Украине, бюджетная, там деньги, оно становится все меньше и меньше, а американцы за этим следят все больше и больше, чтобы эти деньги не воровались, а расходовались по назначению. И поэтому, если Зеленского и убьют, то убьют его, конечно же, те, кому он служит, либо те, кто читает его конкурентом на Украине, потому что вот то место, ну, конечно же, сладкое, для того же залужного тоже сладко, да, и, а Гетьман, как говорят, на Украине должен остаться только один. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что Зеленский пойдет на второй срок, ему хотя бы дожить до окончания своего первого срока. Александр, быстренько, последний вопрос нашего Блиц-турнира сегодня. А каким вы видите будущее Украины? Знаете, я убежден, что сегодня надо обсуждать не будущее Украины, а будущее украинца. Вот это государство Украины, оно больше не имеет права на существование, да, потому что это, конечно же, Зеленский говорит, что Украина единая, но она не единая, она никогда не была единая. С 2004 года, вот когда Первый Майдан, когда Ющенко привели, вот тогда страна уже была разделена на, ну, как сказать, на два лагеря, да, на две части. Вот одни пророссийские, одни прозападные, но тогда не убивали, тогда просто вот были разные настроения в обществе, а сейчас за это просто убивают, да, то есть вот одна часть, те, которые прозападные, они убивают всех, кто пророссийские. Поэтому у Украины нет будущего, как у государства. А что будет, ну, скорее всего, это государство поделят между собой. Ну, и что-то будет, часть станет Россией, а что-то, если Россия позволит полякам, там, на Западной Украине, что-то может стать частью Польши, что-то может стать частью Румыни, как Закарпатия, например, да, но опять же, то есть это будет решаться в будущем, и, ну, все-таки уверен, что говорить надо не о будущем Украине. Нет у этого государства больше никакого будущего. Вот это государство, нацистское государство, которое Украину превратило в Зеленский, по сути, его уже не существует. Это государство сегодня, по своей сути, это анти-Россия. Украина Западу не нужна. Украине, вот это государство, надо Западу исключительно по одной цели, потому что это государство находится на границах с Россией. Была бы Украина где-нибудь в Африке, дела бы не было, ни США, ни Британии до этого государства. И вот надо им это Украина исключительно как анти-Россия, государство, которое представляет какую-то угрозу для России. Вот просто Украина, она им не нужна, поэтому Украине нет будущего, она не сможет существовать. И Россия этого не позволит, а Западу она не нужна. А вы лично хотели бы видеть, что какая-то часть территории отошла Польше по итогу этого всего? Или Венгрии даже? Нет, я, лично я, нет, конечно, потому что, ну, это наша земля, это русская земля, это отечество наших предков сто лет назад, двести, триста, тысячу лет назад. Даже Львовск, это Галицкая Русь. Да-да, Данила Галицкий, тот князь, он русским был князем, не львовским, не польским. Да, он тогда совершил ошибку, он поверил Ватикану, поверил, что католическая церковь даст ему помощь солдат и придал православную веру. Ну, в любом случае, это все наша русская земля. Я даже напомню, что когда-то и Польша была частью Российской империи, поэтому отдавать ничего не надо. И, кстати, во Львове, как бы там ни было, вот мы общаемся сейчас вот с теми людьми, кто там живет в Украине, нас смотрят многие. И я во Львове был не единожды. Я прекрасно понимаю, что Львов, это не только нацисты, там очень много нормальных людей, которые не поддерживают вот эту нынешнюю власть. Поэтому, ну, это наши люди. Львов, да, это Украина, но это наши люди. Меня тоже удивляет, с какой легкостью иногда я смотрю комментаторы в различных программах, даже на российском телевидении или даже на других платформах иногда заявляют о том, что, ну, Польша возьмет себе ту часть, я возьму себе ту часть. Я так прослушиваю, думаю, как-то интересно, как они легко раздают землю вообще-то. Да, поэтому удивительно. Дело в том, что это не те люди, которые решения принимают. Они прекрасно понимают, что от их решения и от их слов ничего не зависит. Конечно, так легко распоряжаться судьбами государства, судьбами людей. А вот люди, которые там и от чьей воли зависит, это все, они, ну, я хочу в это верить, они мыслят совершенно другими категориями. Александр, записываю для американской аудитории и людей со всего мира. Наше последнее интервью бомбическое. Все вам передавали привет и говорили, какой вы смелый, какой вы приятный. Я надеюсь, что все будут еще смотреть это интервью, и мы сделаем еще одно. Напоследок, что бы вы хотели сказать из того, что я сегодня не спросила, что важно знать на сегодня еще о ситуации? Что бы вы хотели добавить, что я, может быть, не спросила, что важно знать? Я тут же, конечно же, передаю привет всем, кто нас смотрит. И желаю, чтобы оно все было у всех, у нас все было хорошо. Ну, и здесь, в принципе, можно добавить только одно. Мы стоим на пороге, я хочу в это верить, на пороге действительно исторических событий. Президент США Байден летит в Польшу, он нечасто совершает вот такие поездки, тем более в те края, там где идет война. Завершилась Мюнхенская конференция, весь мир в ожидании 21-го числа речи президента России Путина и 24-го февраля еще должен выступить в своем обращении президент Китая. Мое мнение, ну, это мое предположение, да, что, скорее всего, по итогам всех этих выступлений будут формироваться уже действительно две коалиции. Одна это коалиция НАТО, которая, в принципе, уже вот сейчас в Мюнхене, она сформировалась, и там они, по сути, уже признали, что Мюнхенская конференция, это конференция не про безопасность, это конференция про агрессию, да, они подтвердили свою агрессивность, что они хотят воевать. И, с другой стороны, я очень надеюсь, что сформируется коалиция, то есть и на политическом, и на военно-техническом уровне, это коалиция Россия, Китай и Иран. Вот когда это все сформируется, можно окончательно уже сказать, что однополярному миру пришел конец. Ну, и, в принципе, будем ждать формализации всего всех этих обращений. Я надеюсь, что для нас она пройдет как можно легче. Посмотрим. Да, я согласна с вами. 21 числа Владимир Путин выступает, потом Российская палата, по-моему, у них парламент, 22-го должны что-то сказать. Ждем много всего. Прошла Мюнхенская конференция. Вы думаете, это начало Третьей мировой уже такое официальное? Будет заявление о начале войны или это просто пока подготовка к мультиполярному миру? Нет, я уверен, что Третьей мировой уже не будет. Судя по Мюнхенской конференции, то есть если бы она завершилась, ну, условно говоря, ультиматумом российской власти, то есть там же были Ходорковские, представители оппозиции России, Россию никто не пригласил, а были представители оппозиции. Вот если бы они, ну, условно говоря, послали черную метку президенту Путину, и, например, того же Ходорковского покрестили как на правительство России в изнании, то можно было бы предположить, что да, ну, все, это уже до конца, и Третья мировая. Но судя по тем заявлениям, которые были, вот особенно Макрон, они сами уже не верят в то, что Украина победит. То есть они прекрасно понимают, что они вот сейчас, их сплоченность, как они это называют, на пике. Еще максимум год, и у Европы даже денег не будет на все это. Поэтому я не верю, что будет Третья мировая война. Запад, он сейчас это все не потянет. Спасибо, Александр, успокоили. Благодарю вас.